и мой канал называется елена ройна культ поход с писателем раз в год в начале года я обычно делаю такой выпуск который называется топ-5 топ-5 книг за прошлый год что это значит это значит опять же не те книги которые вышли в прошлом году те книги которые я прочитала в прошлом году и которые произвели на меня в общем достаточно благоприятные впечатления даже скажем так неблагоприятное а остались в моей памяти я считаю что это те названия эти книги но которыми я хотела бы с вами поделиться те книги которые запомнились или на которые я написал рецензии вот в этот раз даже я сделаю такую подборку которая будет называется пять книг плюс 1 но что такое плюс 1 расскажу вам в конце этого видео ну а давайте наверное начнем но вообще сколько книг вы читаете в год вот я посчитала даже и вот так получается что я в год читаю ну от 20 до 30 книг есть люди которые читают по 100 книг я столько не читаю ну плюс в общем конечно я много читаю еще специальной литературы естественно это я в это я здесь это не считается плюс я же сама пишу книги очень много перечитываю своих книг когда пишу их и работаю над своими книгами это такая достаточно большая задача тоже по по прочтению своих книг плюс я еще пису пишу пьесы и обрабатываю потом свой материал но поэтому мне кажется 20-30 книг это достаточно нормальная такая цифра вот интересно кстати говоря напишите в комментариях а сколько вы читаете книг перечитывали я классику иногда иногда мне хочется вернуться классики более того на мой взгляд обязательно периодически нужно читать классическую литературу и нашу отечественную и обязательно зарубежную классику надо читать но сегодня мы будем говорить о современной литературе все что я подготовила все все мои топ-5 книг тех книги которые вошли в эту подборку это все наши современники ну что так и такое длинное немножечко начало было давайте все-таки ближе к теме и ближе к делу итак первая книга эта книга которую я прочитала 1 в прошлом году я вот прямо в декабре купила много книг в библиоглобусе и среди них была книга маньяк гуревич дины рубины глубоко мной любимой диной рубиной и я вам знаете что хочу сказать еще за что я люблю сама эти свои подборки топ-5 потому что когда я прочитала эту книгу в начале года я помню даже на какого-то из своих стримов об этом рассказывала что я была далеко не в восторге от этой книги она безумно смешная она подняла мне настроение я хохотала просто я не знаю как даже помню как ты эту книгу я ее таскала за собой и брала ее в метро и я так смеялась думала меня выведут вообще из вагона но мне казалось что она немножечко поверхностная эта книга и эта книга состоит в общем прям скажем из еврейских анекдотов и эта книга посвящена врачу маньяк гуревич это врач причем врач психиатр и вот этот врач сначала он живет вот бывшем советском союзе потом он едет в израиль и рассказывается как у него было там и как у него здесь или наоборот вот за этот год я впервые в жизни побывала в израиле я раньше там не было никогда так случилось что я там была даже не один раз и я вам хочу сказать что я бесконечно полюбила эту страну и этих людей и вот эта книга маньяк гуревич она мне очень много чего объяснила я поняла что дим дина рубина который на сегодняшний день она в израиле проживает она вообще невероятно тактичный и интеллигентный человек человек высокой культуры у которой с одной стороны все ее книги книги пропитаны очень большим юмором и она очень много пишет про евреев с другой стороны этот юмор хоть и хлестки он всегда не обидный он всегда очень щадящий вот я например люблю прозу вам виктории токаревой бесконечно и уважаю считаю одним из лучших писателей сегодняшней современности но ее юмор это как правило обидная история вот прям обидно это знаете мы вот когда человек падает и над ним смеешься да вот у чарли чаплина человек даже не может сам объяснить себе почему он смеется но ему смешно это вот такая у нас такие шутки у нас у виктории токаревой а вот у диной рубины все совершенно по-другому она уважает этих людей она их жалеет она к ним относятся знаете снисходительно как вот к шалостям детей иногда да потому что много конечно у ее героев и стяжательства и плотовства но тем не менее это все очень по-доброму поэтому вот сейчас вот по пост по тому как прошел целый год я день и рубины за эту книгу очень благодарна и я понимаю что эта книга она останется со мной она осталась моей памяти во всяком случае вот я даже на нее не писала рецензию на эту книгу потому что посчитал ну что на анекдоты писать рецензию а вот сегодня маньяк гуревич добрая хорошая веселая мудрая книга вот про евреев сегодня да и те которые живут в израиле вот они такие есть так что маньяк гуревич дина рубина я вам от души эту книгу рекомендую следующая книга которая хочу вам порекомендовать и это а еще я танцую вообще там два автора обязательно вот вам сейчас обложечку покажу и эти авторы будут на обложке французский роман романа вот последнего десятилетия мне кажется он вышел в 2016 году но на меня эта книга произвела тоже прекрасное впечатление с очень хорошим послевкусием книга вот просто про любовь вообще эта книга о писателях и у меня вот в этой подборке несколько книг про творческих людей и вот про писателя по моему аж две книги очень известный писатель по почте получает посылку посылка такая увесистая и он понимает что скорее всего в этой посылке рукопись и скорее всего его эту рукопись просят прочитать и более того он еще и прочитает там завязывается по имейлу переписка с автором этой посылки это женщина и и сначала он пишет вы знаете извините но читать я это не буду но как-то это переписка его цепляет и он с одной стороны читать не хочет и открывать посылку он не хочет а с другой стороны ему вот та дама которая на другом конце провода находится и этот его партнер по переписке партнерша этот адресат ему становится очень интересной и дальше события разворачиваются удивительным образом и там совсем не про то про то что мы думаем с самого начала я вам не буду рассказывать содержание что и как я вам просто хочу сказать что во первых это письма и там ничего больше нет это письма его к ней и ее к нему с датами что тоже очень важно обращайте на это внимание и в этой переписке все французский шарм и французская кухня французские обеды и ужины и французский театр о том как эти люди живут о том как они строят отношения в своих семьях и конечно в первую очередь этот роман о любви там много всего там о предательстве о верности о том что можно делать что нельзя делать и даже о расплате вот есть такой намек что вообще если что-то вы сделали может быть не очень правильно то есть правило бумеранга поэтому вот а еще я танцую эту книгу я вам правда от души рекомендую потому что это очень светлый тонкий роман вот он знаете как какая-то весенняя капель вот я бы сравнил наверное вот 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 с этим ну и плюс опять же от лица писателя о жизни писателей ну в общем достаточно интересно может быть на любителя похоже немножко на все другие французские такие легкие романы но рекомендую мне очень понравилось еще один роман современного российского автора который я вам рекомендую это брисбен водолазкина так случилось что это мое первое знакомство с этим автором хотя у меня давно уже в отложенных лежит лавр и авиатор но как-то начала я с брисбена и начала я с брисбена потому что мне порекомендовала этот роман очень хорошая моя такая знакомая учительница бывшая по сальфеджио моего младшего сына у меня вообще знаете есть такие вот очень хорошие мои друзья приятели которые которые мы советуем читать книги смотреть фильмы потому что мы понимаем что у нас приблизительно один вкус и вот это это же вы знаете вот так бывает что кому-то очень нравится книга или спектакль а приходишь на этот спектакль и начинаешь читать эту книгу и понимаешь что просто не твое не мое не нравится а вот есть людям вкусу которого доверяешь и почему мне посоветовала эту книгу моя многоуважаемая учительница сальфеджио потому что она музыкантах брисбен брисбен это название города в австралии вы с этим городом в книге не встретитесь этот знаете тоже такой чит писательский ход кстати говоря если говорить о таком писательском ходе и у меня есть такой писательский ход у меня есть роман я проснулась время и героиня тоже никогда не было время она там и не окажется но никто мне ни разу не сказал ой вы нас обманули почему она так время ты не оказалась но потому что потому что вы когда прочитали роман стало понятно поэтому здесь брисбен это тоже такая мечта или возможность разобраться в себе это главный герой глеб яновский он музыкант виртуоз и музыкант мирового класса мирового масштаба какой-то момент он понимает что он заболевает и возможно играть он уже не сможет и он начинает вот когда понимая понимая что дар его иссякает он начинает копаться в себе он начинает копаться в своем прошлом думать о том что было правильно что было неправильно сделано знаете чем мне понравился этот роман тем что вот этот вот глеб яновский он так получается что мой ровесник и здесь описываются времена его молодость это времена моей молодости а он в это время но он сам с украины потом он долго жил в ленинграде и потом он переехал в мюнхен и потом в какое-то время в какой-то момент он опять возвращается в киев и вот все то что он пишет это все очень знакомо это все знаете ты начинаешь примерять вот эту историю на себя что ты делал в это время что ты делал в эти годы там очень много кстати говоря украинского языка и кстати говоря там много что без перевода поскольку я читала эту нет я читала не в электронном виде но да значит там нет и перевода показывая что в общем языки близки народы близки это тоже очень интересно вот сегодня прочитать этот роман писался же он вот раньше значительно а читаем сегодня и считываем совершенно другие посылы и что откуда взялось но в первую очередь конечно про то что что есть жизнь что есть мы в этой жизни что правда что ложь где правда где мираж и очень много красивых описаний нас постоянно бросает из времени во время я после этого прочитала и лавра водолазкина он конечно уводит нас много от действительности погружает нас в какие-то такие далекие дали которые в такое далекое прошлое о котором мы вообще и представить себе не могли что-то конечно это исторические изыскание что-то это какие-то придуманные я думаю вещи мистически здесь этот роман полностью реальный но и конечно здесь отношения мужчины и женщины отношения мужа и жены отношения потом мы только понимаем насколько они сложны отношения его и с главного героя с его женой и к становится и жалко эту жену и понятно и тоже опять же про сложности жизни вдвоем на протяжении многих лет что можно простить что нельзя простить как вообще прожить долго в одном браке в общем роман я вам правда от души рекомендую он интересный он многослойный он не всегда просто читается в какой-то момент может быть даже вам захочется с этим романом немножечко расстаться но если вы его дочитаете до конца вы будете вознаграждены там совершенно неожиданный конец который потом хочется перечитать еще раз потом хочется вернуться еще раз в начало вот я всегда думаю о том что если у меня меня зацепило и мне хочется что-то перечитать то это уже залог успеха и так брисбин водолазкин следующая книга который я вам хочу посоветовать в прошлом году я прочитала эта книга стивена кинга позже очень давно не читала ничего этого автора читала его только в молодости потом получала несколько таких советов о том что надо перечитать что-то это и что-то другое кстати у вероники долины читала что большое спасибо стивену кингу за его новую книгу и вот увидела прямо в магазине этот роман купила его поскольку поняла что стивен кинг больше не собирается делать переводы на русский язык думаю надо прочитать и вообще посмотреть что и как и вы знаете неожиданно мне эта книга очень понравилась очень хотя она очень истическая и эта книга о подростке у которого есть необыкновенный дар он может разговаривать с умершими людьми то есть он их видит и он с ними говорит они ему рассказывают о том что было это какое-то короткие как короткое время но его в общем об этом узнают полицейские и понимают что на самом деле его можно даже как-то задействовать в расследование каких-то преступлений потому что он может вообще поговорить с умершими которых убили но на самом деле здесь дело не об этом речь идет совсем не о том главные герои мама и сын и я вот очень люблю произведение которые написаны от лица подростка от лица ребенка я сама в своей литературе люблю такой стиль письма потому что мне кажется что ребенок эту жизнь или подросток он видит совершенно по-другому нам иногда кажется что дети не понимают не догоняют а на самом деле не это не так иногда мы ужасно обижаемся на своих детей иногда нам кажется что дети нас обижают а на самом деле они просто ужасно боятся быть для нас неинтересными боятся что мы на них можем обидеться больше всего на свете вспомните свое детство они боятся что родители умрут и они останутся без родителей от этого их ужасные комплексы от этого вот то что мы не можем принять на то что мы обижаемся наказываем здесь знаете о дружбе мамы и ребенка о том что мама может для своего сына сделать все но здесь есть и обратная медаль этой стороны что и сын может сделать все для своей мамы сегодня эту книгу наверно уже не очень можно рекомендовать потому что там есть те отношения которые у нас теперь совсем не то что не приветствуются но на самом деле поскольку эти отношения возникли потому что была причина поэтому наверное эту книгу я вам все-таки порекомендую потому что книга это очень интересно и даже знаете поручит цитат сейчас зачитаю который мне очень понравилось тот кто схватил тигр за хвост уже не может так просто его отпустить это про удачу да если вы свою удачу за хвост поймали если вы чувствуете что вы стоите на пути и вам что-то удастся не бросайте эту мечту никогда идите за ней и еще про взросление знаете что хуже всего во взрослении то как она нам затыкает рот до взрослому человеку никогда не скажет так замолчи чтоб я тебя не слышала а ребенку своему своему вы можете это сказать разве это правда но это вообще нельзя так делать так что вот еще одна книга стивен кинг позже и пятая книга в этой подборке и это этот автор которого я открыла для себя вот впервые горовец это слово убийство но вы знаете такой закрученный детектив прям закрученный закрученный который мне очень понравился я сразу себе просто поставила и скачала на литресе купила книги этого автора который я собираюсь прочитать в следующем году уже в этом году в 2003 году в обязательном порядке это слово убийство но поскольку этим начинается роман я прям расскажу в чем там дело пожилая женщина мать голливудской суперзвезды составила план своих похорон пришла в похоронное агентство и рассказала как она хочет видеть свои похороны как бы она хотела видеть свои похороны ну и в этот день прям ее благополучно и убивают и начинается расследование что и как и вот расследование ведет писатель к нему приходит детектив и говорит а давай-ка вот мы будем эту историю расследовать а ты будешь записывать за мной автор говорит что вообще он так не пишет он так не работает он не работает по чужой указке и вообще знаете мне первая часть этой книги казалось что ну боже мой так все понятно и все как-то это было скучновато но потом там так начинают развиваться события это не невероятно совершенно запутано интересно за каждым поворотом там какое-то новое событие новый персонаж все разворачивается просто на 180 градусов постоянно и это знаете когда ты сама начинаешь писать вот какой-то роман и сначала это раскачиваешься и думаешь боже мой тебе еще надо написать 300 страниц а ты написала всего 5 боже мой какой кошмар но когда ты поймал идею и понимаешь что в чем-то будет суть и что ты скажешь вот этой мыслью этой мыслью у тебя уже начинает так нести с действия но вот так же знаете и в этой книге так что я вам рекомендую от души эту книгу это слово убийство автор горовец но я вам обещала что будет пять книг и плюс еще одна почему плюс еще одна потому что все таки я решила вставить книжку он из серии нон-фикшен я эти книги не очень люблю читаю крайне редко но как-то мне попалась книга который вот так интересно называется монах который продал свой ferrari и который написал эту книгу написал робин шалма я начала ее читать и поняла что просто я выписываю и выписываю мысли из этой книги и что она мне так нравится эта книга о том как можно стать счастливым что счастье не в деньгах там действительно значит вот очень богатый адвокат вдруг падает в обморок его увозят в больницу и есть понимание того что он вдрызг болен просто у него все что только можно прединсультное состояние и давление он совершенно запустил свое здоровье и он понимает что надо полностью изменить свою жизнь он был очень полным он говорил тяжело ходил с одышкой и вот через какое-то время он через несколько лет он возвращается к своему компаньону и этот компаньон к бывшему он его не узнает потому что в комнату заходит молодой человек но немножко одетый как буддист и у него легкая походка он моложавый он подтянутый он стройный и вот он целую ночь ему рассказывает как ему удалось так измениться внешне рассказывает вот потому что он стал вести совершенно другую жизнь но в первую очередь он поменял образ своих же своей жизни образ мысли он поменял в первую очередь очень много может быть не очень свежих мыслей но те которые знаете возвращают нас в действительности и понимать что что-то мы в этой жизни делаем неверно лишний раз знаете не это знаете когда повторяние повторение мать учения лишний раз про это вспомнить очень даже неплохо знаете даже вот скачала вам здесь одну из цитат сейчас вам зачитаю секрет счастья простой выясни чем ты действительно любишь заниматься и все свои силы отдай этому занятию если ты посмотришь на самых счастливых самых здоровых и самых удовлетворенных жизнью людей на нашей планете то увидишь что все они без исключения нашли свое призвание в жизни и все свое время отдали ему тут очень очень много вот таких вот мыслей прямо очень важных книга называется монах который продал свой феррари первое издание было в 1997 году и продан этот тираж был тиражом эта книга была продана тиражом более трех миллионов экземпляров по состоянию на 2013 год вот такие книги которые я вам хотела порекомендовать из тех многих что я прочитала из того многого количества и это маньяк гуревич дин рубины а еще я танцую до пьер-мари сато или пьер-мари до пьер-мари сато брисбен водолазкин позже стивен кинг ну это слово убийство городец и хотел раньше закончить и одна из то которая плюс одна эта книга монах который продал свой феррари робина шармы ну вот такая получилась у меня подборка топ-5 книг я рада вас приветствовать было у себя на канале я вообще рада буду если вы ну будете заглядывать на мой канал который называется елена ронина культ поход с писателем где мы говорим о книгах где мы говорим о фильмах ну может быть о тех событиях культурных которые мне хотелось бы вам порекомендовать о которых мне хотелось бы вам рассказать ну естественно поскольку я писатель это еще и книги о которых которые я пишу всегда о семья взаимоотношениях мужчины и женщины родители и детей естественно в этом мы тоже всегда говорим как здесь так и у меня на телеграм-канале ну и как всегда я вам желаю берегите себя мира и добра ну а я всегда с вами